Если говорить о российско-турецких отношениях, сначала несколько общих слов, то, безусловно, они находятся, как правильно было отмечено, в состоянии высокой динамики. Я бы характеризовал их как сложно составные, с элементами асимметрии. Эта асимметрия немного выпрямляется сегодня, но у нас есть и проблемы. Естественно, что наши отношения подвержены влиянию самого разного рода региональных и глобальных факторов, потому что и Россия, и Турция являются державами, которые не только важны региональные игроки, но и глобальные игроки. Это относится не только к России, но, я считаю, к нашим турецким друзьям. Сегодня Турция один из важнейших партнеров России. Я думаю, что российско-турецкие связи, российско-турецкое партнерство будет в значительной мере сегодня определять не только региональные проблемы, может быть, главные из которых здесь обозначены, как создание системы коллективной безопасности, но и обстановку в целом в мире. Надо, конечно, сказать и о таком факторе, как персонификация нашего сотрудничества. И Россия, и Турция имеют очень сильных лидеров, и это, безусловно, очень важный фактор в развитии наших отношений. Надо сказать, что за последние годы также, как мне кажется, вот я коснусь некоторых сложных вопросов, ну, известно, что некоторую к числу их принадлежал так называемый курдский фактор. Мне кажется, что сегодня влияние этого фактора на наши отношения очень снизилось. Он сегодня не так уже отравляет или разделяет нас, и я думаю, что это очень важно, это относится и к Сирии, где мы сумели достигнуть согласия, преодолев наиболее сложные вопросы. Сегодня основных вопросов два, связанных с сирийским улигурированием, это ситуация в Идлибе и создание Конституционной комиссии. Применительно к обоим этим проблемам у нас, несмотря, повторяю, на некоторые различия, во-первых, наметились преодоление тех разногласий, которые есть, и во-вторых, очень хорошо развивается сотрудничество. Тем не менее, надо сказать, что вот то доверие, снова возвращаясь к доверию, которое возникло в российско-турецких отношениях, оно, конечно, опирается на очень многие вещи, в том числе на нашу гуманитарную близость и на близость, так сказать, народов России и Турции, и на вот эту мощную экономическую подкладку, основу. Ведь экономическая взаимозависимость, это не просто взаимозависимость, это означает, что каждое из государств заинтересовано, во-первых, в безопасности партнеров, во-вторых, в стабильности и, в-третьих, в процветании. Поэтому Россия на много лет вперед будет всегда заинтересована в Турции по этим трем направлениям. Я думаю, что Турция также заинтересована в том, чтобы и Россия на тех же самых трех подпорках очень хорошо стояла.